ну спасибо тебе спасибо тебе большое давай мы тебя обнимем ой какая ты хорошая да я тоже обниму тебя чувствуешь глаз а я чувствую вот так вот дамы и господа леди энд джентльмены сегодня большой тест драйв представляет мечту селянина мечту взрослого человека вольво в 90 кросс-кантри мать его велька ромболинга Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья мои, ну вы понимаете, что этот тест вызывает у меня большой прилив личных, то есть заинтересованных эмоций, потому что я до сих пор являюсь владельцем... Или совладельцем? Нет, пока что владельцем автомобиля Volvo XC70 предпредыдущего поколения. И для меня, конечно, встреча с этим автомобилем – это большая боль. И испытания. Потому что я позвонил в представительство Volvo Антону, и он сказал мне, «Серега, журналистская скидка будет только в следующем году». Потому что в этом году квота на Россию – несколько сотен автомобилей. Конкретно в этом кузове с этим индексом V90 Cross Country. Да, друзья мои, ну и, конечно, мы с вами некоторое время назад достаточно подробно рассмотрели, что такое донор Volvo Cross Country – это, соответственно, S90. Да, мы достаточно подробно о нем поговорили. Давайте не будем размазываться и просто обратим внимание на существенные детали, которые важны потенциальному покупателю именно этой тачки. Первая деталь – 100 тысяч за адаптивные фары. Это не предел, вынь да положь, минимум. Значит, чем эта тачка отличается от седана? Понятное дело, типа размером и кузовом. Лифтованной. Лифтованная. Клиренс у нас 210 миллиметров. Конкретно в нашей комплектации есть пневмобаллоны сзади и адаптивные амортизаторы. И пластиковый обвес. Кстати говоря, пластиковый обвес за 72 тысячи рублей может быть покрашен в цвет кузова вашего автомобиля. За 72? Ну, это тупо, парни, за 72 тысячи рублей покрасить этот прекрасный черт. Нет, тупо вообще его красить, потому что именно этот обвес и говорит о том, что вы едете на… Ну, давайте так, это, конечно, не кроссовер, это не джип, да, но это… Это лучше, товарищи. Да, это лучше. Мы скажем так, это лучше Вольво, это лучше универсал. И самое главное, друзья мои, давайте так, они сделали самое главное, потому что седан все-таки выглядит консервативно. А Вольво XC90, самый первенец, да, самый первый первенец, который в новой линейке пошел, выглядит громоздким, да. А вот этот аппарат действительно, наверное, во-первых, он стал молодым, потому что если раньше на Вольво ездили такие, как я, то теперь на этом Вольво может ездить даже такой человек, как вы, то есть на 2 года младше. С другим цветом кожи. Да, машина стала модной и впервые в истории корпорации Вольво, друзья мои. Самое главное, на что надо обратить внимание, ребята, они пошли на этот шаг. 40 лет Вольво делали… Нет, ну не 40, Паша. Итак, 40, 45, давайте 45, 50, тысячу лет Вольво делал у универсала совершенно прямой угол у задней крышки багажника. Это позволяло, в частности, вам полный комплект колес, когда вы едете на шиномонтаж, вертикально поставить в багажнике. Теперь, я думаю, что это ушло в прошлое, потому что в угоду дизайну, красоте и конкуренции с Audi A6 On Road, да, вот видите, произошел наклон. Это делает автомобиль реально более привлекательным, эффектным, да, красивым. И модным самое главное. Но! Да, ребят, вы потеряли там 100 с лишним литров в багажнике, но посмотрите, что вы приобрели. Реально интересный автомобиль, в который не стыдно сесть, правильно? Правильно. И не стыдно посадить женщину. И положить женщину. И положить женщину. На что еще стоит обратить внимание? Вот Серега сразу же, как только отдавал мне тачку, сказал, РУС… Значит, смотрите, базовые колеса у XC70 были 17-е, теперь базовые 18-е, а у нас машина с 19-ми дисками. Есть опционально 20-е, опционально устанавливается и 20-е. Я уже сказал, что здесь у нас пневмо-баллоны, я так понимаю, в пресс-парке все машины на пневмо-баллонах задних и с адаптивной подвеской. Значит, на что еще хочется обратить внимание? Сразу же, сразу же. Я сижу за собой, сюда я ехал на пассажирском переднем кресле. А обратно поедет в багажник. Да, ребят, посмотрите. Но места столько не было раньше. Никогда не было. Это самые просторные Вольво из тех Вольво, которые сейчас есть, и из тех Вольво, которые были. Или, да, они чуть-чуть сдвинули, может быть, сам задний диван. Плюс наклонили стойку, и место ушло. Место ушло, но оно прибавилось перед ногами заднего пассажира. Это круто. И, ну, об этом очень много мы уже говорили, да, посмотрите еще раз. Ну, давайте, настоящий, настоящий премиум начинается, конечно, тогда, когда у вас торпеда, мы посмотрим внутри, да, внизу, как это выглядит, торпеда у вас покрывается слоем кожи. У обычного Вольво прежде этого не было, да, здесь у нас есть кожа, это замечательно. Значит, Друза Маш, прошу вас, значит, ну, здесь у нас, безо всяких, кстати, излишеств, вроде Аддблю, но и вам потребуется в любом случае переходник, чтобы заправляться на башню. А я нашел без переходника. Да? Не, или там я что-то сломал, я туда его нахер засунул. Да, не, ну я заправлял переходник. А я засунул. Засунул? Да, я считаю, я считаю, что, я считаю, что, я считаю, что у меня, у меня, так сказать, руки не из задницы растут, чтобы какие-то переходники искать. У нас были нарекания к тому, что в заводском, в заводской комплектации в стоке нету тонировки задней. Ребята, и это один из минусов этого автомобиля, который есть, потому что у Вольво всегда, вот, владельцы меня поддержат, да, всегда у Вольво был американо рассчитанный, ну, то есть на Америку, супермощный кондиционер. Холодный. Который морозил, из-за того, что у нас остекление крыши и большая площадь остекления, вот, боковое, и это все не тонировано, вот, в жаркую погоду, где-то, когда у нас был один день в этом году, было 25 градусов в Москве, в принципе, салон жарится нереально, и кондиционер, чтобы вам было комфортно, вот, сравните. В прошлом Вольво надо было ставить 22,5, чтобы не заболеть, в этом надо ставить 18, чтобы охладиться. Согласен, Серега, постоянно чувствуешь мокрую рубашку на спине. И, кстати, ребята, во-первых, есть вот замок, который можно закрыть сразу, да. Значит, смотрите, ребята, мы предъявили претензии дизайну кормы С90, донору, да, этого кузова. Слова обратно. В-90 сделан круто. Да, высказывает слова уважения. Да, более того, автомобиль, как вы видите, преемственность сохранил, то есть это видно, что это Вольво, даже без надписи Вольво, правильно? Вот, у вас появилась вот эта опять надпись, которая существовала в 90-е, кросс-кантри, но они все время играют. XC кросс-кантри, XC кросс-кантри. Ну и багажник. Давайте обратим внимание, что у нас там внутри происходит. Да, съела... Да, с Мэтхен. Нет, смотрите, да, съела вот эта стойка, да, этот наклон. Ну, как нормально съела. Около 100 литров, а производитель заявляет там в районе 560 литров, но на самом деле меньше 500. Но если вы возите, конечно, сумки с жратвой из продмага, вам пофиг, срезано у вас, не срезано. Конечно, посмотрите, какое интересное решение для того, чтобы... Это уже было. Это было уже, но я этого не видел. Это было, Вольво славится своими прибамбасами. Хорошо, а вот, пожалуйста, еще одно решение. Ну, вот здесь 70 литров, говорят они, дополнительно, но для того, чтобы мелочевку разместить. Но, ребят... А вот и трубка. А вот теперь сюда. Да. А теперь посмотрите, что эту тачку делает по-настоящему... Что? ...принадлежащий концерну Джили. Так. Покажите. Джили? Джили. Так. Смотрим. На что? Докаточка. Докаточка. Чао Янг! Да ладно. Чао Янг! Чао Янг! Китайская докаточка? Чуваки! Чао Янг! Погоди, что за дерьмо, парни? Какой нахер Чао Янг? Я нашел это. То есть китайские колеса годятся только в виде докатки? Только в виде докатки. Вот дерьмо. Вы рискнули бы докатку поставить китайскую? Ну, докатку, конечно. Докаточку, да. Когда хочется жить-то. Ну, вот, кстати говоря, вот этот переходник. Вы им пользовались? Да, пользовались. Да, ребята, значит, смотрите. Действительно, и невооруженным взглядом видно, что в отличие от прошлой 70-ки, ну, колесам просто некуда вылезать. Мне так кажется, что не только по глубине, но и по высоте. Ну, и по высоте, конечно, конечно. Какая-то херня. Ну, дайте я попробую разместиться. Давайте, залезайте туда. Да не волнуйтесь, меня часто спрашивают, кстати, Серега, почему залезает обычно Рустам, а ты не залезаешь? И я отвечаю, почему. Потому что у меня вообще мало куда залезает. Закрывай. Правильно. Так. Вот оно. Ну, вот, Рустам Иванович у нас завсегдотай багажника. Опаньки, а это что такое? Так я у тебя хотел спросить, что это такое? Нашли в багажнике? Да. Это мой мальчик воздуходувка Штиль. А для чего она нужна? Это очень полезная штука. Закройте багажник. Вот смотрите, сейчас у нас с вами лето, но скоро зима. Вы видите, да? Как зима? И когда вы выходите утром из своего коттеджа, ну, или из землянки вы ползаете к своему автомобилю, вдруг вы понимаете, что ночью прошел свежий снег, и надо что-то делать. А у вас есть Штиль БГА-56, что немаловажно, made in Austria, то есть сделано в Австрии, а не на Китайщине. В отличие от запаски, кстати говоря. Так вот, у вас у этой машины есть, соответственно, аккумулятор. Который заряжается. Да, в обычном положении он чуть-чуть вставлен и не соприкасается с контактами, чтобы напряжение всегда сохранялось. Запас мощности, да? Когда вы хотите использовать, вы нажимаете, у вас происходит соприкосновение с контактами, машина готова к работе. Так, дальше что? И дальше вы, вот если, в принципе, у вас машина готовится, вы делаете следующим образом. А что можно сделать со снегом? Короче говоря, эта штука, аккумулятора хватает, чтобы вы убрали, например, от листвы, ну, дачники знают, падают листья, иголки. Так, а пыль можно будет убрать? Пыль, да. Эта штука убирает все это дело с девяти соток. Девять соток. У нашего народа в среднем шесть соток площади земли. Полтора раза больше. Да. Значит, ну и, соответственно, вот у вас снег. Так. Вы берете эту машину, запускаете. И точно так же делаете с листвой, с мусором. У вас может, можно выдвинуть вот эту трубу, в зависимости от вашего роста. Так. Если вы высуете. Три положения, в диапазоне 16 сантиметров. Ну, чтобы не нагибаться. А наушники зачем? Ну, уровень шума очень маленький. Наушники вам не нужны? Ну, и вот так вот. Посмотрите, какая сила. Короче, удобно, быстро, правильно. Штиль БГА-56, ребята. Это крутая штука. А можно еще раз вот? Еще раз. Короче, большой тест-драйв рекомендует. Нужно быстро убраться. Штиль. Ясно? Ну, что ж, друзья мои. Давайте обратим внимание на боковую линию. Еще раз смотрим, да, автомобили. Ну, мне кажется, это один из таких, ну, неплохих компромиссов между американской примитивной боковиной, да, ну, и, в общем-то, ну, что-то такое, как бы, ну, не самое, не самое примитивное. Да? Двери тяжелые в нашей комплектации, не знаю, возможно ли, в принципе, у нас нет доводчиков. В принципе, для наибольшей популярности я бы, конечно, применил доводчики для дверей, но самое главное, ребята, это вот эта тема. Ну, покажем ее внутри. Ну, вот, даже с улицы видно. Это, ребята, мать его, Бауэрс энд Вилкинс. Кстати говоря, вот вы говорили, что фары 100 тысяч, да, стоят? Да, это стоит дороже. А это стоит 200. Значит, добавить Бауэрс энд Вилкинс 200, причем, как сами вольвовцы говорят, это акустическая система такого класса у других производителей, ну, видимо, имеется в виду немцы, стоит 400. То есть здесь со скидкой вам? Со скидкой, и система, конечно, очень хорошая, приличная, доставляет удовольствие. Так, дальше. Как вы в темноте-то камень искали лунный? Ну что, давайте начнем с базового дизельного мотора. Д4, 190 лошадиных сил, 400 ньютонов, крутящий момент. Раньше Д3 был 136, Д4 163 было лошади, и, наконец, Д5, там, 215. То есть они подтянули. Д4 сейчас 190, все моторы двухлитровые, турбовые, но, как ни странно... По налогу приятно. Да, но, как ни странно, базовым мотором для Вольво XA V90 Cross Country, извините, является бензиновый мотор. Да ладно. Бензиновый мотор, Т5, мощностью 245 лошадиных сил. Давай, башляй налоги. Да. Поэтому мы рекомендуем в любом случае, обратите внимание, на Д4 дизель, либо на Д5, если вам интересно получить, ну, хорошую машину с хорошей динамикой. 400 ньютонов, крутящего момента, достаточно для того, чтобы двигать этот сарай, полный привод, муфта Халдекс пятого поколения. Восьми диапазонный автомат Айсин стоит здесь у нас, японский. Значит, всего достаточно. На трассе машина стоит хорошо, ведет себя отлично. Ну, и весь комплекс электрических, электронных помощников, которые вы получаете, но делает вашу езду по-настоящему очень интересной, самое главное, безопасной. Ну, и давайте скажем, что именно в этом поколении, наконец-то, вот этот лифтованный полноприводный универсал от Вольво, да, наконец-то стал соответствовать тому тезису, который Вольво продвигал последние, там, лет, наверное, 15. Так, что за тезис? То, что Вольво, Вольво, друг яхтсмена. Да. Сошел с яхты, сел в Вольво. Вот у вас как раз. Яхта. Поло яхтсмена. Да, но на самом деле, вот реально, как владелец того же XT-70, я скажу так, конечно, по премиальности до яхты, ну, может быть, какая-нибудь яхта-беда. Может быть. Из капитана Врунгеля подходила бы, но на самом деле, Вольво чем отличался всегда, да, это... САП премиум, это машина, которая сделана крепко, надежно, она все умеет, она стоит не так дорого, как аналоги, да, но она, грубо говоря, была не слишком красивым автомобилем, не модным. Ну, таким утилитарным, простым. Да, и, соответственно, в этом автомобиле, ну, грубо говоря, во фраке ты не мог бы поехать в консерваторию. А здесь... Вот в этом автомобиле ты можешь поехать и на яхту, и в консерваторию, и даже в следственный изолятор. Да, на заднем сидении. Друзья мои, ну, вот вы видите вариант оформления салона, вот такое матовое дерево. Нам оно очень нравится, Серега. Ну, оно нравится нам, но, скажем так, оно, ну, немножко, для меня лично, субъективно, немножко дешевле выглядит, чем такая же... Древесина. Мерседеса. Ну, умеренно, у Ауди, да, наверное, все-таки подешевле. В этой машине очень просторно, да, здесь отличная шумоизоляция, замечательная. Причем шумоизоляция решена не только двойным остеклением, но и какой-то специальной пленкой, которую нанесли на стекла. Еще пленка. Еще какая-то пленка есть, ребят. Значит, ну, вот смотрите, из минусов, да, еще раз подчеркну, вот, может быть, нашим зрителям видно, 19 градусов, и нифига не холодно. Хотя на улице, там, 22, а у нас 19, и нам не холодно. Не холодно, да, то есть кондиционер сдулся немножко, по сравнению с предыдущей. Значит, какие еще претензии? По-прежнему я вот ни на одной новой Volvo не могу обнаружить лимитер. В принципе, при таком мощном двигателе... Вот, смотрите, на самом деле... Что? Лимитер? Нет, на самом деле, вот то, о чем говорит Серега, это проблема интерфейса мультимедиа-системы вот этой 9-дюймовой, в которую спрятаны все основные настройки автомобиля. Что может быть? Вот смотри, вот что нужно сделать для того, чтобы вот сейчас автомобиль... My car. Да не, ну это сейчас вот... И все, и у вас начинается паника, потому что с первого раза найти... А, вот, вот, вот смотри, есть справа возможность пролеснуть, да? Есть, влево. А, сейчас, и вот оно еще и... Выезд на парковку, регулировка... Сейчас скажи... Вот, круиз-контроль. Так, круиз-контроль. Использовать круиз-контроль без учета других автомобилей. Ну, может быть, так он позволит выставить тебе, ну, понимаешь, да, максимальную скорость, которая должна быть? Нет, у меня есть адаптивный круиз-контроль в этом автомобиле. Да, который максим... Ну, где ты выставляешь максимальную скорость, правильно? Ну, и, соответственно, он держит дистанцию автоматически, да, плюс все эти системы сети сети, когда он помогает тормозить. Вот, например, да, вот мы, например, приближаемся к нашему. Нет, он, вот, все-таки умная зараза. Он понимает, что это... Что те тоже едут. Нет, что это я делаю, значит, специально. Здесь есть подруливание в полосе. Ну, и самое главное, что здесь есть, вот на что я бы обратил внимание. Я проехал за рулем этого автомобиля полторы тысячи километров. Да. Так, давай. Ну, и я тысячу. Недоступна низкая скорость. Ну, сейчас мы поедем. Это, конечно же, как же он, драйв-ассист называется, да? По большому счету, это автопилот, ребят, который работает на скоростях до 130 километров в час. И сам рулит. Он, давайте так, принудительно возвращает к вас к управлению физически, да, руками рулевой колонкой. Но, я так понимаю, это первый шаг к полноценным, да, системам автоматического контроля над автомобилем, да, автопилотом так называемым. Там, третьего, четвертого, не знаю, пятого поколения. Потому что, ну, на трассе, по большому счету, ты понимаешь, что тебе ничего не угрожает. И единственное, на что я бы обратил внимание, я делился этим наблюдением с Серегой, это то, когда у вас работает система удержания в полосе, которая контролирует движение. Вам трудно сменить. Вам трудно сменить. Не включая поворотник. Не включая поворотник. Или, не выключив эту систему, принудительно, опять же, в глубоком меню мультимедиа-системы. То есть, невозможно, потому что там активное подруливание. То есть, вы пытаетесь, да, подрулить так, как вам нужно, а он вас возвращает. Потому что ситуация на дороге, учитывая ту страну, в которой мы живем, и учитывая поведение водителей на дороге, ситуации бывают абсолютно разные. Ну, в общем, это вам сэкономит деньги, если вы откажетесь от этой системы. Это сто процентов. Но проблема в том, что Volvo пошла по пути пакетирования. То есть, если вы хотите какие-то определенные функции выбрать, ну, я не буду сейчас заострять ваше внимание, какие именно, но часто вот эта система помощи, да, она в нагрузку добавляется в какие-то важные вам опции. Чуть ли не, по-моему, подогрев руля уже комплектуется какими-то элементами, да. Ну, по крайней мере, точно дорогая магнитола наверняка будет снабжена какими-то вот этими дополнительными историями. То есть, набрать по одному, как это возможно у немцев, да, это беру здесь, не беру здесь, заворачиваю рыбу здесь, нет, грубо говоря, невозможно. Здесь есть пакеты. То есть, такой азиатский немножко подход, да. С другой стороны, я бы еще на что обратил внимание. Весь бортовой компьютер, все показания бортового компьютера... В рублях. Ладно бы, в рублях. Они все размещены в правом нижнем углу. Меленько. Да, в отличие от европейских автомобилей, таких как BMW, Mercedes или Audi, где все показания бортового компьютера дублируются, да, между тахометром и спидометром достаточно крупными значениями, цифрами, да, здесь, к сожалению, этого, этого, ну вот, правда, нет. Это напрягает иногда, но в конце концов ты тоже привыкаешь. Не, но зато у тебя одновременно на экране все нужные функции, да. Абсолютно. То есть, у тебя есть и остаток по топливу, и средний расход. Вот, шесть, 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 четыре шестерки. Парни, загадывайте желание. Загадывай желание, Серега, загадывайте желание от большого тест-драйва. Вам четыре шестерки в помощь. Хотел сказать, бог в помощь, но учитывая цифры, конечно же. Вот, вот, срабатывает, да. Срабатывает, да, экстренное торможение. Не, в плане безопасности, я уверен, этот автомобиль находится... Ну, по крайней мере, если вот опять же, да, говорить, если вы купите эту машину, например, своему ребенку, который недавно получил водительское удостоверение, или своей супруге, да, которая может... Ну, такому 40-летнему ребенку. Ну, нет, супруге, которая, например, может отвлечься на ребенка или еще что-то. Эта машина предотвратит очень многие ситуации, которые из-за невнимательности возникают на дороге. Она действительно умная, и работает вся эта штука очень эффективно. Очень корректно, очень корректно. Что касается расхода, ребят, вот я проехал за рулем полторы тысячи... Ну, шесть и семь. Шесть и семь. Реально на одном баке можно доехать до Воронежа и вернуться. То есть при заправке полного бака... Полного бака, там тысяча с лишним километров. Ну, по тысяче километров. Тысяча с лишним, это круто. Это тебя вдохновляет и воодушевляет. Конечно, давайте так. По динамике этот мотор, ну, наверное, и этот объем кузова, опять же, да? И вес. И вес, да. Все-таки этот автомобиль, конечно, будет не таким динамичным, как, например, трехлитровый дизельный... Однозначно. ...А6 Allroad, да, вот на Ауди. Но этого и не нужно. Да, эта машина другая. Идеологически. Она не старперская, но она воспитывает. Знаете, ее собрали таким образом и настроили, что, в принципе, это, наверное, лучший представитель в 21 веке классической американской вот этой вот яхтенной подвески. Ребят, да. Но управляемой, не заваливающейся никуда. Да, и, в принципе, вы и управляете... Вот у меня, кстати, в XC70, знаешь, поначалу была проблема. Но. Я в ней засыпал. Укачивал. Она настолько мягкая и тяжелая, да, машина, что при равномерном движении ты начинаешь чуть-чуть уже подрёбывать. Здесь этого нет. Здесь четче, да? Все, острее. Давайте так. Мне кажется, извините, очень... Ну, говорите как Райкин, мне кажется. Давайте так, оптимально настроена и подвеска, и рулевое управление, и ощущение от дороги, и связка мотор-трансмиссия. А обзор замечательный. А обзорность, вообще все, ребят, вообще все. И главное, и главное, эта тачка действительно перестала быть немодной. Да. Что это, мне кажется, это первый, ну вот в современной истории, универсал, да. Модный. Модный универсал, да, который вот этому типу кузова привлечет внимание не только знатоков и людей, которым нужен длинный салон, да, но и просто чуваков, которым, ну, как бы вот нравится эта тачка. Да, потому что мы же знаем, что, например, никого не парит, что у Subaru многие аппараты имеют кузов-универсал, да, и Forex, и, соответственно, Outback, да, универсал. Но заряженный, бывает, спортивный универсал никого не парит, никого не говорит, что это для стариков. Та же самая история и с Volvo происходит, да, потому что машина действительно наконец-то стала... Ну, интересно. ...соответствовать той задумке, да, которую в бренд вкладывали владельцы. Не-не-не, молодцы. 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 Три миллиона. Старт с двигателем Т5, с бензиновым. Ну, мы подсчитывали. Три триста с дизелью. Ну, смотри, три пятьсот где-то уже можно говорить о хорошей машине. Ну, то есть не совсем пустой. Вот, в которой есть то, что надо. Такие женщины. Да, и, наверное, если мы... Интересно, они бы сели с нами. Смотри, Иваныч, еще раз, да, подчеркну, что крышу стеклянную брать не надо, машина начинает... Греется быстро. ...перегреваться, да, вот, наверное, да. И самое главное, что, конечно, я бы добавил Bowers & Wilkins. Обязательно. И фары вот эти ледовские бы добавил. Ну, то есть, грубо говоря, три восемьсот... Четыре. Четыре. И это дешевле, чем Mercedes All-Terrain, это дешевле, чем Audi A6 All-Road. И выкинуть нахер эту китайскую докатку. Да. Чтобы не портило настроение. Это, мне кажется, даже больше относится к работе представительства и, может быть, дилерских центров, ребят. Да. Давайте сюда. Давайте, конечно, а что нам? Мы же для народа стараемся, правильно? Конечно, не для себя. Да, нам для себя-то ничего не было. Давно не было девчонок в наших тестах, парни. Ну, пойдемте поговорим с женщинами. Что они думают о Вольве? Не о Вольве, а о Вольве. О Вольве я сейчас думаю. Правда? Да. А чьи? Это другой вопрос. Это, кстати, самый важный вопрос. Ребята, давно, давно. На нашем привычном месте абитуриентки, женщины, красотки. Они обходят нас стороной, но мы заходим в лобовую атаку. Девушки, добрый день. Можно один вопрос вам задать? Девочки, ну куда? Как вас зовут? Постойте, ну куда же вы? Не беги, не беги. Это всего лишь микрофон. Симплишик. Ну, а на секундочку. Это старый прием, я его всегда использую. Это всего лишь микрофон. Даже в личной жизни я так говорю иногда. Это микрофон. Не бойся. Девушки, добрый день. Извините, пожалуйста, можно вам пару вопросов? Один вопрос. Девочки, ну постойте, ну куда же вы? У вас такая клетка классная, Микки Мау, все дела. Что-то происходит. Нет, ничего не происходит, Иваныч. Вы заметили? Чего? Люди стали гораздо более агрессивными. Нет, они не стали более агрессивными. Они ждут, когда вы покажете им хотя бы тысячу рублей, что они могут заработать на этом. Да. Вы знаете, что он первый? В Америке за интервью платит тому, с кем разговаривает. Серьезно? Да. Дайте 500 рублей. Нет, агрессии я особо никакой не вижу. Хорошая девушка в мини-юбке. Ну это не, по нашим временам это не мини. Не мини? По нашим временам это юбка матери. Давайте вы попробуйте. Давайте, давайте. Дайте мне микрофон, чтобы я выглядел с микрофона хорошо. А вы вот типа продюсер, хорошо? Типа продюсер, да. Давайте. Девушка, здравствуйте. Можно вам один вопрос? Добрый день. Как вас зовут? Ксения. Ксения. Вы абитуриентка? Нет. Уже студентка? Уже выпускница. Ксения, у вас есть автомобиль? Нет. А в семье? Да. Какой? Примерно. Лада. Лада? Да. Это где? Вы откуда? Из Костромской области. Отлично. Душа моя, мы сегодня вот тестируем вот этот белый автомобиль. Да? Ты узнаешь, что это за марка? Что это за машина? Пойдем чуть-чуть. Пойдем. Чуть-чуть. Что это за машина? Там даже написано меленько в колесах. Ой, я вообще не вижу. Ну давай, посмотрим на морду. И наконец узнаем, что это за автомобиль. Вольво. Не загораживайте ноги. Вольво. Вольво. Как ты думаешь, вот этот аппарат для людей какого возраста и для кого? Отдельный человек, семьянин. Для чего эта машина? Для семьи, скорее всего. Для семьи? Ну вот иди со стороны, посмотри. Это модная машина, красивая или такая скучная? Ну я бы ее назвала скорее модной. Модная? Угу. А возраст какой? Вот человек, который за рулем едет. Вот какой возраст здесь вот будет смотреться уместно? Ну, лет сорок. Сорок? Да. Как я? Я не знаю сколько. Ну а сколько дашь? Примерно. Так? Ну не знаю. Ну примерно. Ну не знаю. Я не напрашиваюсь на комплименты. Хорошо, не говори 25, но... Ну ладно. Скажи у вас, сегодня в Москве, да? Угу. Вот в нашей экономической ситуации, когда вот пара, да? Ну мальчик и девочка. Угу. Чтобы они себя комфортно чувствовали вдвоем, мужчина сколько должен зарабатывать? Прямо конкретную сумму. Да, да. Для Москвы. Вот сейчас летом 2017 года. 2150-200. И нормально. Да. Спасибо большое. Счастливый. У вас очень хорошие ножки. Это 20 ден, скажи, пожалуйста. Ага, 30. Я всегда вот на взгляд путаю очень хорошие ноги. А на вкус путаете? Так, можете органолептические отличить? Только новые. 20 от 30. Нет, могу новые и стиранные отличить. Фу. Тут пытались два лица кавказской национальности. Я не люблю это выражение, но это были они. Вытащите с салона у меня ценности. Остался на заправке. Подкачать шину. Ну, замигала лампочка, что шина спустилась. И такие, значит, ребята работают по технологии. Ты нагибаешься к колесу. Соответственно, не видишь, что там у тебя в салоне происходит. Один нависает вот так вот над тобой, чтобы ты резко не встал. А второй, сука, шарает с другой стороны машины. Но я всегда закрываю центральный замок перед тем, как начинаю подкачивать шины. Поэтому могу сообщить этим чертям. Значит, шиш. 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 Ничего не украли? Ничего. По крайней мере, того, что было мое. Так, вот женщина, давайте. Ну, молодой человек, дайте нам свою женщину. Можно нам задать один вопрос? Ну, конечно, давайте, давайте, женщины. Ну, и вас тоже, идите. И вас сюда, давайте, давайте. Мои родители вас просто обожают. Брат, ну не надо так оскорблять людей. Это отвратительный комплимент. Тебе сколько лет-то? Мне 23. Ну, можно девушку вместе сюда? Иди сюда. Маша? Да, 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 Маша. Ты жених или так? Нет, нет, мы как Олег из Альфа-банка вот идем. Машенька, иди сюда, детка. Это твой мужчина или так просто? Так просто. А у тебя есть постоянный молодой человек? Да. Как его зовут? Владимир. Как ты думаешь, и Володя был бы против, что ты проводишь время с Олегом? Да. Он тебе после этого скажет, а это что за лысый ***? Ладно. Значит, Машенька, мы сегодня тестируем вот этот автомобиль белый, да? Во-первых, узнаешь марку? Что это за машина? Я отсюда не вижу даже, но коллеги Вольво подсказывают. Вольво, да? Скажи, пожалуйста, эта машина для кого? Это для мужчины, для семьи? Для семьи, вероятно. Сколько лет мужчине, который вот такую машину... Иди сюда, ***. Я понял. А сколько лет мужчине, который является владельцем такой тачки? 35-40. 35-40. Глаз албас. Как ты думаешь, сколько он зарабатывает в месяц, раз у него такая машина? Раз такая машина, тысяч 100, наверное. Тысяч 100. А сегодня вот в Москве твой муж сколько зарабатывает? Мой муж? Ну, примерно столько же. Ты давно с ним? Да. Но когда ты его встретила, сколько он зарабатывает? Меньше. Он сейчас поднялся. Ага. Это благодаря тебе. Мне. Правильно? Да. Что ты главное ценишь в мужиках? Вот главное качество. Вот отвернись, ты не такой. Ты не такой. Серьезность и чувство юмора. Что значит? А как это, может, сразу и серьезность, и чувство юмора? Как это? Серьезность в отношении всех своих поступков и решений в жизни. Ну, например, если он, например, занимается чем-то плохим, он занимается этим до конца, правильно? Да, именно. Теперь ты говори. У тебя есть девушка? Девушка, да, есть. У тебя есть машина? Есть. Какая? Ну, такая скромная, конечно. Ну, скажи, изменился вот вольвец? Да, конечно, я ездил. Нет, принципиально, идеологически, что в этой машине поменялось? Ну, во-первых, дизайн, он стал более утонченный, я считаю. Так для кого это стало машина? То есть она помоложе стала? Для премиума уже, для высшего общества, можно даже так сказать. Сколько? То есть если ты можешь купить за свой счет вольву, то, я думаю, ты уже состоялся как человек, минимум. А человек, который две такие может купить, то это вообще президент, правильно? Ну, не то, что президент, но уже так нормально. Президент Рао Восхнил. Да, да, да. Хорошо, брат, ну и возраст вот человека? Ну, я думаю, от 35 до 50 такой период. А раньше вот предыдущая на стариков была все-таки? Нет. Нет, предыдущая, мне кажется, даже можно было подешев... Ну, подешевшим, поменьше, поменьше. Поменьше даже в отрасли, да, можно. Ну ладно, брат, давай фотоаппарат. Да нет, он уже на фотоаппарате. А, все, там есть фотка, брат. Все, ты это увидишь. И потом перефотографируешься. Давай быстрее, давай быстрее, быстрее. Для родителей? Для родителей. А как зовут родителей? Наталья и Александр. Серя, Серя, ты в курсе, что ты тянешь нас вниз? Как вас зовут? Ариночка, вы водите машину? Нет. Нет? А в семье есть у папы, у мужа? Ни у кого машин нет, тогда вы независимый спектр. Можно вас попросить обернуться вот на эту? А, скажите, узнаете марку, что это за тачка? Нет, не узнаю. Ну, вот, а если посмотреть, что это такое, там даже написано... Вольво. У вас какое отношение к этой машине? Это вот для кого? Вот, какого возраста человек ездит на таком? Ну, наверное, 25 и выше. Сколько она стоит, какого-то? Я понятия не имею, я вообще в этом не разбираюсь. А вы хотите мужчину мы вам найдем? Нет, я хочу на работу, мне нужно клиенту ехать. То есть вот так вот юность проходит, да, без мужчины? Да, в работе. В работе. Ужас, идите. У вас очень грудь красивая, вот прям вот... Спасибо большое. Ой, и сзади все шикарно. А потом мне пишут, Серега, какой ты похотливый кобель. Да, согласен. Не козел, а кобель. Согласен, согласен. Ну, разве женщине, если я делаю комплименты, разве я кобель? Кобель. Вот у нее нет мужчины, некому ей сказать, что у нее классная попочка. Между нами что-то было? Нет, я вас обняла. Это главная фраза «нет», запомните. А теперь хватит мне писать, что я похотливый кобель, правильно? Пронесло. Слушайте, ну, грудь очень хорошая. Спасибо. Как тебя зовут? И вас. Ксения. Ксения, а давно ты в Москву перебралась или ты временно? Я год назад приехала жить. И с кем? С дочкой, все. А мужик? Нет. Бросила там мужика? Да. Что, алкаш? Нет, без перспективняка просто. Правда? А как, вот сколько ты с ним мучилась, чтобы поняла, что он вообще по нулям? Ну, пять лет. Пять лет ты мучилась? Да. А ребенку десять? Да. Ну, это не папа, а ребенка. А, просто х** какой-то. Правильно. А чем за ним, вот сколько, как быстро ты нашла работу в Москве? Я уже приехала на готовенько. Я за полгода подготовилась. Дизайнер. Чего? Ковров. Дизайнер ковров? Офигеть, Пупсик. Ну-ка рассказывай нам все про ковры. Да. Что сейчас в тренде вообще? Что за ковры? Это персидские или что? Ковры разные. Или ковроли? Косим под персидские. Нет. Ковры я рисую ковры. Хорошо, ты машину водишь? Нет. Ну, а была когда-нибудь у тебя? Да, я вам не интересна. Нет, нам очень интересно. Ты нас пойдем. Я только во сне. Пойдем. Какая-то теплая, ты горячая. Да я бегу на концерт системы водаун на самом деле. Хорошо. Не, не, я не говорю, что я бегу. Узнаешь, что за машина вот эта? Какая марка? Ну, иди, сходи, посмотри. Да ладно, ладно, она придет. Возвращайся. Вот я так и знала, что Вольво, да. Ну, иди сюда. Немцев уважаю. Немцев уважаешь? Да. Знала, что Вольво немцы. Скажи, сколько эта штука стоит примерно, минимум? Ну, минимум. На скидку? Да. Ну, пусть будет пять. Молодец. Можем дорастить. Оскар, пожалуйста, какой возраст вот чуваков ездит в таких машинах? Вот видишь, он универсал, длинный кузов, такой здоровый салон. Ну, я думаю, после сорока точно. Как Серега. Это старперские, да, машины? После сорока это не старперы? Нет, ну как? Это бандиты, это какой социальный группа? Нет, я думаю, это продвинутые бизнесмены. Продвинутые, да? Скажи, сколько? Погоди, сколько он зарабатывает в месяц, чувак, который на такой тачке вот едет? Я недавно в Москву переехала, вы не забывайте. Ну, примерно, а вот в Ростове, вот если на такой тачке, то сколько? А вот в Ростове, если честно, таких практически нет. Правильно, потому что скромный, хороший народ. В Ростове, Раки, скажи, пожалуйста, какие минусы у мужчин после сорока? Да. У меня не было, я вот планирую. Ни разу? Ни разу. Не было мужика за сорок? Нет. А сколько самый взрослый? А? Самый взрослый мужик, сколько ему было лет? Да, наверное, на годик старше меня, на полтора. Ну, тебе сколько? Мне 34. Да ладно? Да. Ему было 35. Ну, допустим. Ну, а как ты подозреваешь, вот мужчина там 45 лет, вот он какой в этом деле? Труха. Нет, погоди, лежит ровно, да? Ну, ты смотри, сколько он до этого пил, курил, употреблял, наверное. Ну, а если умеренно? Я вот, честно, я только на пути к таким мужикам. На пути к таким, да? Да. Вот ты хочешь добраться как плод по течению реки или форсировать, налечь на веслу? Я не форсирую, я пока что с собой карьеру я занимаюсь. Серега просто предлагает понтонную переправу соорудить. Ну, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Давай мы тебя обнимем. Ой, какая ты хорошая. Да, я тоже обниму тебя. Чувствуешь? Класс. А я чувствую. А нужен тебе мужик-то? Мужик нужен? Вы же уже попрощались. Нет, подожди. Это по скриптам. Да нужен, конечно, да. Давай, сколько лет теперь вот? От скольки? Какая граница? 40, 42, 39. Сколько вот мужик, чтобы он в Москве себя чувствовал адекватно, он должен зарабатывать в месяц? И тебя тянул. Нет, тянуть не надо, она сама зарабатывает. Не надо меня тянуть, я не люблю зависимость. Просто адекватно, адекватно. Сколько сегодня мужчины, чтобы ты его уважал? В месяц? Да. Чтобы уважала? Ну, не меньше 300, наверное. Это долларов? Да, шучу я. Долларов? Подождите. Я не знаю, что отвечать. Рублей. Чтобы не лошарой быть. Рублей. Да не лошарой быть, а сколько тебе надо? Ты не перед камерой. Конечно, вот тебе надо. В любом случае, чтобы он был умнее и успешнее, чем я. То есть бабки не нужны? Я, допустим, получаю около 100 пока что. А он? А он пусть получает. Ну, 100. Ну, в два раза больше точно должен. 300, 400, 500. Серега, даже тебе. Я не денежная, если честно. Я лох. За любовь? Ну, все, беги тогда. Мне нужен фитнес-мужчина. Фитнес-мужчина? Нет, это не сюда. Да. Все, беги. Себе, беги, дорогая. А видишь, что у тебя камешек-то вот на груди лежит? У тебя своя грудь? Своя грудь? Да мою все. Я же шестую. Все, беги. Ну, все, пока. Все, целуем тебя. Пока. Так вот, оказывается, что в сознании народа по-прежнему машина, конечно, возрастная. Да? К сожалению. Может быть, раньше она была возрастной, потому что была унылой. Теперь возрастная, потому что солидная и большая. Наверное, может быть. Но я думаю, что с течением времени, когда квоты на Россию расширятся... До нескольких тысяч автомобилей. Когда мне дадут скидку 30%, то, в принципе... Да? Когда вам будет 50%. Когда мне будет 50%, я покажу всем, что это молодежная машина. Кстати говоря, впервые за последние несколько лет женщина обратила на меня внимание за рулем именно этой тачки. Как? И что она сделала? Она остановилась. Плюнула. Пу на тебя, Рустам. Пу. Давай, 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 вот это кайф большой тест-драйв. Субтитры сделал DimaTorzok